Прежде всего, знаете, в последние дни, встаньте прямо, 20 минут пришло, уже завертелись, забегали. Не дергайтесь. Когтя приведете себя, прохлаждаетесь, платье дергаете, леералом дать еще надо. Знайте, что в последние времена являются наглые ругатели. Мы на глазах их видим. Я говорю об этом, они нагло ведут себя в храме. 20 минут прошло, ты уже падаешь. Совершенно нагле все растут. Прежде всего, знаете, даже ты можешь другое не знать, вот это ты должен знать, Петр говорит. Явятся нагрые люди, беспредельно нагрые. В аду будет жарче. Поступающие по своим похотям и говорящие, где пришел в тебе Господний. То есть, бил самое главное, веди себя скромно, потому что Господь придет, будет следить мир по делам. А где он пришел? Мы, оставшиеся до пришествия, Господи не предупредим умерших. Ну, что Павел тогда сказал, 2000 лет он не пришел. Наглая рыгательность. Миллионы людей молятся, чтобы Господь еще замедлил, еще не пришел. Как в видении было показано, стрелка покоя в 12, и незримая рука снова отводит стрелку назад. По милосердию своему. Значит, прежде всего, знаете это. Наглые ругатели. А что такое наглые? Открыть и словари, посмотрите, бесстыжить. У человека, у которого нет никаких принципов, неуважительный, он не признает, что старший перед ним, учитель или священник, он наглез. Как он разговаривает, как ведет. А кто это, мужчины или женщины? Все. Ну, в первую очередь, удар приходится по женщине. Слабый сосуд, утлый. И дьявол сначала к ней приступает. Это однозначно. Поэтому все силы надо бросить, всякую наглость и женщины выхарщивать. В девочки. Вот сейчас мы и посмотрим по священному писанию. Как понимать эти слова? Просто прочитать. Ну, явятся наглые ругатели, но только деловка. Так они всегда были. И будут. И не сегодня только. А были они во времена апостолов. И до последнего дня на земле эти наглые ругатели будут. И поступать как будут? У них какие-то есть принципы, правила нет. По своим похотям. Потому что задумывали ей, да, что ребенок захотел, выложи. Это Петр, рыбак, говорит. Знаете. И дальше дает лекарство. Какое против этого? Не просто так. Вот она наглая, я что делаю. Написано, дочери, не показывай веселого лица. Ну как, я же ее люблю, она хорошая. Ты слышал? Ты не медлей. Тебе Бог говорит. Не показывай, чтобы она никогда не видела встал улыбающимся. Чтобы она не опозорила тебя в доме твоем. Скорозаконие 28.50. Будет народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. Значит, определяется неуважение к старшим. Вот в других странах, южных, Аксакалу, совет Аксакалу. И они решили, как так и будет. Ко мне приезжал киргиз и рассказывал, как у них кто-то женился. И Аксакалы решили с каждого дома по две тысячи. Вызвали учитель новый, свой же киргиз. Ему сказали в процессе, какая стиль, я все учитываю. Я один, не женатый. Тебя три тысячи. Как же, вы же говорили две. Сказали три, клади. Он одно слово сказал. Старый Аксакал встает, как дал ему оплюху. Сегодня же из села выездишь. Он сразу пять положил. Скажи пять. Пять положил, все, остаешься. Там разговаривать с тобой не будут. У него все время на его букинжал. Дочь только по подозрению увидели, что где-то она целовалась. А отцу сказал, парнишка, нажаловался на нее. И показал фильм, а с ней ничего не было. Отец тоже за столом ее застрелил сразу. Повторяю, миллиард мусульман. Тысячу, триста лет. Ни одну девушку без подка не видели. У нас только поехали сегодня уже без подков. Почему? А уже плоды родительские растут. А я же не замужем. Ну и что? Тем более ты должна себя беречь. Тебе есть что беречь. Бесердевство. Ты этого не понимаешь? Повторяю. У мусульман многоженство. А значит из миллиарда легко догадаться, что женщин больше. Потому что они берутся отсюда с разных стран, к себе увозят. Но хоть одна без подка была девочка? Никогда. Их миллионы в разных странах. И они никаким законам не подчиняются. Вот и сейчас во Франции решили сделать пять платки. И ничего не могут сделать. С первого класса. Они поставили условия. Снимите крестики. Какое отношение к крестикам? Он у меня невидимый. Снять. Сейчас парламент решает, что делать дальше. Не одна. Ты чего слушаешь, мать, которая в Бога, может быть, давно не верит? Что ты слушаешь отца, который давно уже увяз потом на зме? Если там написано, что жена молящаяся с непокрытой голодой, а рядом написано, что муж. Муж это вот он стоит, муж. Значит, муж в шапке может в храме. Ты дальше-то через запятую читай. Там же чего ты? Читай толкование, и написано мужской полк, женский полк. Нигде. Что девушка, все это сектанты придумали. Это дух сектанства брыжек. Злобовный. И где-то она покрывала природа, и порой ее покрывала, которую ты добровольно сама надеваешь. Блаженность, а тела. Ты же ничего не считала и мудришь. Почему? А по собственным похотям. Вот они нагрой узнали. А ты свидетельствует, что ты христианка. И никогда по-другому не видишься. А почему так ведешься тебя? А потому что родители такие. Отправляются в город, поезд, долой. Все с тебя снимает. Мирской оделся. Мимикрия называется. Хамелеон. Вот они уже плоды сегодня растут. Исайя, 3 глава, 5 стих. Юноша будет превозноситься над старцем и простолюден над бельможем. И опять в один из главных грехов и почтения к старшим. Это было 2700 лет назад. Ни опыта, ничего нет. Ну не все же старцев в марагу упали. Вот они рядом с нами живут. Миллиард мусульман. Ну и современники. Президенты. У каждого Совета Аксакалов. И где? В Туркмении. В Казахстане. В Сиргизии. Везде и всюду. Одинаково. Она сказала, мать, старушка, все ходят под ее рукой. И одна снаха не выведет во двор. Тем более одна куда-то пошла бы. Даниил 8.23. И вот восстание царь ненаглый и искусный в товарстве. Подчеркивается. Более наглого, чем Ленин, не было. Дал обещание, обольстил людей, дам землю, а потом всех раскулачивал и зановил. Люди поверили, что в фабрике, в рабочем, в гулах, устроились в стране, аст на земле. Самый настоящий. Коварство бескорничное. Второе послание Тимофея 3.4. Люди будут предательны, наглые, напущены, более хвастолюбивы, нежели боголюбивы. Это апостол Павел говорит. И определенно, какая характеристика людей дается, ее нельзя провернуть. Наглый судья, у него законы не по закону судить. Любого можно судить в убийстве. Но я не видел, все равно сделают. Наглые командиры, наглые учителя преподают. Я говорю, ты веришь, что преподаю что-то без одних, не верю, у меня программа. И скользи это все. Все время вкрапления делают. Вот они так говорят, но на самом деле не так. Вы ответьте. Но только сделайте сладыши туда, христианских слов. Книга Варуха, 4.15. И вот я навел на вас. За грехи ваши, народ наглый. Вот поэтому революция и произошла. Поэтому сюда едут посторонние люди, с других сел, знаются, во дворы их принимают. Почему? Потому что сам наглый, наглый к нему приезжают. Пьяный. У нас все здесь уже было. Сираха, 9.14. Не восставай против наглеца, чтобы он не засел в устах твоих. То есть ты обойди его, если можно. Он наглец. Он каждое слово будет ловить твое, у тебя в рот залезет. Застрянет в устах твоих. Повторяю. Сираха жил минимум 400 лет до родица Христова. А учение его осталось с ними до сегодняшнего дня. Ты видишь наглец. Отойди от него. Сираха, 20 глава, 20 стих. Сообщающийся с блудницами сделается еще наглее. То есть более наглого, как человека безнравственного нет. Для него никаких нет запоров. Все. Знающийся с блудницами. Не говоришь про блудницу. Сираха, 23.5. Наглая дочь позорит отца и мужа. И у обоих будет презрение. Если ты это не поймешь сегодня, жизни у тебя в замужнице никакой не будет. Все будете разведены и долго не будете жить. Это однозначно уже. Почему? А наглого учат очень хорошо. Как ты разговариваешь нагло с милиционером, где? Ты нигде не пройдешь. Ты отвечай кротко, со смирением. Слушай, господин, что скажет? Слушай. Так он не прав. И зачем тебя там рассуждать? У тебя ума не хватает высчитать. Кротко ответишь или по-наглому. Вот сегодня в армии речь идет о тысячах убиенных. Я разговаривал своим полом. Расследуют. Я нахожу, что главная вина тех, кого убивают. Они виновные. Они нагло отвечают старшим. А ты чего же, я служил? Ну, он не служит-то два года всего. Вот, говорит, Бог поступает бесстыжно. Нееме 4 глава 4 стих. Обрати, Господи, ругательство их на голову их. Эти наглые ругатели. Я решил посмотреть, а кто такие ругатели? Исследовать. А почему они ругаются? Оказывается, им это все возвращается на волосатое теме. Обрати их ругательство на их голову. Псалом 34,15. Собираются ругатели мои против меня. Не знают за что. Погнастили и не переставали. И это считает Салтыри. Миллионы людей, тысячи лет. Ну, ты примени это к себе. Сколько раз мы сами были наглыми ругателями. И на тебя что-то сказали, говорит, не на каждое слово обращай внимание. Вспомни, как и ты иногда против кого-то говорил. Ну, будь более снисходительным. Может, нечаянный человек сказал, а может, и не так сказал. Другое дело, когда совершенно наглый. Иеремия 51,51. Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство. Когда слышишь ругательство, как себя вести? Что сделать замещание или нет? Нужно мгновенно оценить обстановку. А что именно сказать? Вот я сижу в камере. Все заключенные. Перед тем, как меня посадить, вывели в коридор и замполит. Это большой начальник. Важную роль исполняет. И он говорит, а где бы вы хотели быть? Я говорю, в камере, где не курят. Не курят? Да такой же ни одной нет. Где меньше курят? Ну, допустим, всего два человека. Ну, один курицает, а если 30, значит, 30. Там папирос дымит. Подумал, подумал. Ну и посадил меня с директором. Мамбусского рыбокомбината. И мы сидели. Некурящих практически нет. Он спрашивает меня, а почему? А потому, что уже услышал. Какой разговор идет? Я сегодня молчу, но завтра сразу сказал. Я говорю, отругаетесь. А за всякое слово человек даст отчет в день судный. Что? Отвечать на суде Божьем придется. Замолчали. Дальше. Звословище Отца и Мать смертью умрет. Это кто сказал? Я говорю, Моисея законит десятисловия. Давай я запишу, чтобы не забыли. Проходит третий день. Я стою в углу, молюсь. Заходит, еще одного запускает и начинает материться. Он недолго матерился, не более пяти минут. Слышу, с ним разговаривает. Ты, мужик, язык прикуси, помилост твое убери. У нас ругаться нельзя. А почему? Ты видишь, батюшка молится. И он, без масса слова не говорящий, замолвки я больше ни разу не слышал. Я им не надоедал, не говорил один раз, привел в место описания, дальше стал молиться. Господи, в корене это слово. Кто тебя будет почитать? Кто твои слова будет слышать? Я сказал, в храме не дергайтесь. Стойте спокойно. Хорошая, хорошая здесь погода. Заходу, говорит, смотри, какой воздух прохладный. А на скачках солнце палит голову, целыми днями сидите там. В кино бы сидел, а ты спокойно? Спокойно. Не платим себе ветер, не создавайте, ничего не дергайте. Это не положено в храме делать-то. Чего тут твоего надо пускать? Не надо наглядеть. Я про это говорю, они тоже стоят и как веерами платьями машут. Стой спокойно, ручи скрести или опусти. Просто убойтесь Бога, это храм Божий. Дома как хотите тебя ведите, за вас родители отвечают. А вы смотрите, немного смотрите. Ведет себя нагло, отведи ее в сторону. Какая же это жара, в прохладе стоит. Плач Еремии 3,61. Ты слышишь, Господи, ругатель своих? Я говорю это перед Богом, Господь видит и слышит. Все, что где вы сейчас мимо просто пускаете, вам другие, но они будут не так говорить. Они с битьем, с колотушками вас будут сдалбливать это. Я вам преподаю чистые учения Господни, я это наглое ругателю. Задай вопрос, не нагло ли ведешь себя в храме? Сразу задавай. Только забежали, скорее падает. Зачем ты падаешь, сразу садишься? Ты бы сколько бегал, в прошлый раз говорил. Скамеечки принесли для старых, для больных, для немощных. Не до минуты, наводится, то есть сколько стоят, добегайте другую, отталкивайтесь, садятся. Не садите. Пройдет больше 45 минут, тогда маленьким можно дать сесть. Постановите, до 10 лет. А что после 10 лет, как взрослые, не садились никогда? В храме ведите себя с почтением. Перед них там святых икон, представляете, вот они все здесь с нами находятся. На нас смотрит Божья Матерь. Какую память по себе оставите? 1 Петра 3,9. Не воздавайте ругательством за ругательство. Вот в лагере приезжают каждый год дети и совершают проступки. Ударил там, обознался. Почему обознался? А он сам. А он первый. Все одинаково ведут. А где ты учился говорить, он первый? Я предупредил, вот эти показания на кого-то добавлю еще за это. Ни на кого не показывает. Он первый, опять вступи. Он тебя оскорбил, ты призови. Его и скажи, пойдем к воспитателю. Не пойдет, тогда ты подойди, я разберусь. Все одинаково говорят, значит один учитель. С разных мест, с разных городов, а все. А он сам, а он первый. Где мы-нибудь, все одинаково отвечают. Без плотка весь мир ходит. Безбожьи-то. Кому ты подражаешь? Не стоит в город выехать, уже ютки сбросили, уже в штанах. У нас были такие. Да нет, до того обидели. Полуразбитые ходят. Все до одного спали, все до одного. А сейчас где в миру? Все. А ты скажи, я себе такие условия создам. Здесь, чем труднее, тем лучше. Чем больше я перенесу, тем драгоценнее перед Богом. Написано, смиряю и порабощаю тело мое, тело, чтобы проповеду вредили, самому не остаться, не достану. Смиряю и порабощаю его. Какая же это жара? Никакой нет. Я слышал, как баптисты сказали, костюм сзади разрезанный. Ну, все костюмы. Выступает старший и говорит, костюму зашить сзади. Потому что, когда попадает в заключение, она раскрывается и трудно одеваться. Только поэтому. Нас арестовать могут в любой день. Все до одного зашили. Комната маленькая, вот такая вот, примерно. Двести человек. Сплакуют друг другу. Сидеть нельзя было, стоят. Я говорю, как заканчивается богослужение, не одни не выйдет. А девушке приходилось выжимать от пота. Выжимать, как будто она в ванне была. Ни одна девчонка, не дергается никто. Все стоят. Сектанты. Значит, можно было научить? Ты создай сама себе другой климат, чтобы на тобой не смотрели. Послание Иуда 1.18. В последнее время появятся ругатели, поступающие своим нечестивым похотем. Слово-слово повторяется. И появятся. И ничего нельзя будет сделать. Это естественно, как сорняк, как репей, как крапива, как мыши, как колорадский жук. Они будут появляться. Ну а ты бери их в рамки, наставляй, получай, получишь награду. Салон 9.24. Нечестивый хвалится похоти души своей. Написано, будь поступать по своим похотям. Я решил узнать, а что такое похоть? А что об этой похоти говорит священное писание? Вот наград мы немножко ознакомились. Что означает ругатели тоже? А теперь похоть. Одно предложение. Я ничего не толпую. Я просто провожу по священному писанию, чтобы понятно было. А вариантов, а теперь накрестность взять, это вариантов тысячи почти будет. То есть это уже большой спектр. Какие бывают люди? Нечестивый хвалятся, что он научился то, что у него есть. Исайя 57.5. Разжигаемая похотью к идолам. Я как ни подумаю сегодня, какие-то там похотью к детям. Буквально трясутся над детьми, над внуками. Никогда не заступайтесь до детей и внуков. Что бы ни сказали, я скажу, он намного хуже, чем вы говорите. А я дома разберусь. Выйдите отсюда, не разбегайтесь. На той стороне остановитесь. Я вам больше подскажу. Языки 23.20. Пристрастились к ним. Плохи хослина и плохо жеребцу. Тебя очень быстро там высчитают. Ты одна из них. Но когда наши девушки, которые в платках, в школах, преподавателями были, к ним ни один мужчина не подходит. А почему? Доберет разрешение вот так под булавку с двумя платками. А которая без платков. Буквально в первый же день подходит мужчина и начинает вокруг уже свои слова дурные говорить. Ты уже вокруг тебя создаешь как бы обратно. Они видят, ты не такая. Ты ничего не понимаешь. Ты со смертью играешь. Сегодня я говорю, тебе не нравится. Но через 10 лет посмотри, что с тобой будет. Через 10 лет. Это не такой большой срок. А тебя же прах от сегодняшнего не останется. Разжигаемая похоть и кидалом. Вот я так не считаю и думаю, а все-таки речь идет о православном. Сдурели совершенно с этими иконами, с крестными ходами, с ночами. Вот похоть одна. А она миро тащит. Ну и что? А что вы не допускаете, что это от Бога? Допускаю, но не утверждаю. А вот сходит благодатный огонь в Пасху. Ничего не знаю. Я допускаю, что вполне может это и дьявол делать. Да столько лет и дьявол делает. А ему какая разница? Он вне времени. А вот облако приходит во время преображения на гору Фавор. Дьявол все умеет делать. Он в виде Христа является. Облако-то меньше. В виде Христа, когда Исааки поклонился, смотрит, а там курин на ноги. Христос. Лицом ничем не отличится. Голос такой же, благоухание, свечение, все создав. Даниила 13,8. А говорит о двух судьях, и в них родилась похоть к ним. К ней это плоское вожделение. Иоанн 8,44 говорит, откуда похоть. Поступает по нечестивым похотям. Вы хотите исполнять похоти отца вашего дьявола. Дьявола. Вот откуда это все. Главный учитель дьявола. Все роды похотей, какие существуют. Иаков 1,14. Каждый искушается, обощаясь собственной похотью. А ты сразу ее души хотел, как пишет Феона Распещенный, хотел есть и смотрит яблоко. Он смоился и решил, а вот если бы я пока до этого времени яблоко взял, а другой и сосед Ванька взял бы. А чем я тогда от него отвечаю? А охота съесть, жара, есть нечего, пить нечего. Еще раз судил. А вот если бы я это яблоко не нашел, умер бы я или не умер, нет, не умер. Так вот же, наступил и раздалил яблоко. Отпустай-ка, иди, кто-нибудь так попробует, как я сделал. Ты сам себя испытывай, на что ты способен. Да, Вененен я могу принять. А могу и не принять. Мне назначили зарплату, что я в университете преподаю за 7 лет. Мне осталось только получить. Говорят, Вененен наш. Я говорю, нет, ну идите, получите соседнее, рядом, комната. Я не получил. Все деньги пропали за 7 лет. Все, до рубля. Я бы мог судиться, начать, и высудил бы, думаю, ну, этот процесс выигрышный был. Думаю, зачем мне это нужно? Да ради Господа пострадали. Одно удовольствие. 1 Петра 1,14. И не сообразуйтесь с прежними похотями бывшими в неведении вашем. А теперь и реши, когда ты была верующей, когда уверовала, когда была неверующей, и чем ты отличаешься сегодня. Вот тогда так поступала, сегодня вот так. А был бы я неверующий, вот так поступил. Разница есть или нет? Или тебе разницы никакой нет? 1 Петра 4,2. Чтобы мы жили не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Значит, похоть и воля Божья – это диаметрами противоположного. Очень нагло поступают жены против мужа. И жена научится в безмолвии. Учится где? Дома. В храме. Учить жене не позволяют. Не властвовать. А наглое позволяют. То есть она дома не приучилась. Видела, как мать кричит на отца, как она капризничает, ревнует. Дочь точно такая же будет расти. Замуж, если идет какая-то, ты хочешь жениться, сначала узнай, какова мать. Она очень похожа на нее. А сын очень похож на отца. Такой же. 1 Иоанна 2,16. Все в мире. Похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская. Нет отца света. Все перечисляется на плоти. Плоть куда-то тащит. Очень увидела что-то красивое. Часто менять наряды. Римлянам 13,14. И по печенью о плоти не превращайте в похоти. Довольтесь тем, что есть. И вот начинает выбирать. Бывает хлеб подгорелый. Нельзя есть вредно. А обрежь тоненько его. Что-то заплеснуло, что-то из этого можно взять. Что-то задрябло. Ни все выбрасывай. Не по похоти. Вот эти кулинарные книги я еще ни разу не увидел, чтобы она была нужна. Если ты есть хочешь, нечищенная картошка очень хорошая. Правильно ее смотреть. Да и с молоком. Похоти ищут свои нравы. Прихоти. Галатам 5,24. Те, которые Христовы распяли плоть, то спростями и похотями. Вот отсюда и доказательство. А я Христов или нет? А подводительствами Духа Божия нет? Рожденный меня слышал. Похоть тебя обнаружит. Верующим это умирает. Он и виду не покажет. Даже если больно, и то святее говорят, никогда не жалуйся и не стани, если это переносимо. Чуть заболела голова. Ну и что заболела? Что она спала? Никуда из храма не выходите, как зашли. Это дьявол выгоняет. Сам по себе человек никогда не пойдет из-за тары. Галатам 4,22. И отложить прежний образ жизни ветхого человека, исклевающего в обольстительных похотях. Что смотреть, что читать, разговаривать, отвечать, все надо брать под контроль. Да будет воля твоя. А напротив, похоть житейская. 1 Тимофея 6,9. Желающий обогащать, впадает во многие безрассудные и вредные похоти. Всю жизнь хватает, хватает и ничего нет. Никогда досыта не наедается. А праведник малым довольствуется. Кто много хватает, у него много пропадает. На него много зависливых. Хотя 9 десяток, может, мыши уже давно съели. Ничего ищего не надо. Ты имей на сегодняшний день. Там уже давно черви завелись, как в этой мании, которую лишнюю брали. 2 Тимофея 2,22. Юношеских похотей избегай, а держись правдой. Значит, юность очень обуревается похотью. Бойся этого, как огня. И спрашивай старших, а как бороться с похотью? А что у тебя похоть? А тебе хочется что-то сделать, чужой старт залезти. Попробуй чужого винограда. Один смотрит, видит и не видит, а другой стоит и рвёт, в огород залазит. Это не чужие, это местные ребятишки. Я нас к катарму еще поставлю. И тогда скажу, вот он попался. Волчонок. 2 Тимофея 3,6. Вкрадывается в домы, оборщает женщин, вводимых различными похотями. Это похоть. Бросить платок, в церкви веру создать, дергать, платьем стоит, она вентиляцию создает. Ничего этого не надо делать. Таким вкрадываются люди, которые губят их. Титул 2,12. Отвергнув мирские похоти, жить по Богу. О чем я сказал сегодня? Это конкретно программа вам. Заходя в храм, опусти руки или скрести, ни одного лишнего движения не делай. Не машите на себя, вентиляцию не создавайте. Это не кино, не театр, а храм Божий. В храме нужно для себя очень прилично. Мы пришли, и похоти все должны там остаться. За дверями, чтобы они к нам никогда не подошли. Итак, поблагодарим рыбака Петра, который предупредил нас, что прежде всего знали. Знали мы не заповеди даже Божии, а что явятся наглые ругатели, которые будут нарушать эти заповеди, нарушать уставы. И чтобы Господь их разумил, и чтобы они познали волю Божию и не погибли. Аминь.